Сегодня в стране проводится акция «Всероссийский день без сетей». Кавказский отдел государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов совершил рейдовое мероприятие на Кубанском водохранилище, расположенном на территории Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Моторная лодка бороздит водную гладь Кубанского водохранилища протяженностью около 56 квадратных километров. Цель инспекторов Кавказского отдела – выявление нарушителей и обнаружение незаконных орудий лова рыбы. Сетей и переметов. Эта процедура называется троллением. В течение получаса с начала рейда опытные инспекторы в южной части Кубанского водохранилища обнаруживают первую находку. Браконьеры когда-то… Ну, это давно. Видишь, ракушка заросла уже. Да-да-да. Снимайте. Это брошенная, бесхозная сеть. Через несколько метров ситуация повторяется. Это уже бесхозная, брошенная сеть. Ветром, видно, сорвало. Да кто я знал. Убежали, видать бы. Использование сетей для ловли рыбы запрещено пунктом 49 правил рыболовства Азова Черноморского рыбохозяйственного бассейна, куда входит и Кубанское водохранилище. Оно наносит значительный ущерб водным ресурсам. Множество рыб гибнет, запутавшись в сетях, говорят инспекторы. Это наша первостепенная, так бы сказать, задача проводить троллинии, зачистки, массовые мероприятия. Сейчас мы создаем специальные группы, состоящие из инспекторов Кавказского отдела Госконтрольного надзора охраны водных и биологических ресурсов. Совместно с органами внутренних дел, которые проводят рейдовые мероприятия и днем, и ночью. Ответственность правонарушителей может быть разной. Административной от 2 до 4 тысяч рублей или уголовной. В зависимости от причиненного водным биологическим ресурсам ущерба. При Кубанском районе на акватории Кубанского водохранилища ведется весенне-летний нерест. Запрещен вылов всех водных биологических ресурсов с 15 мая по 15 июля. Запрещена любыми орудиями ово, сетями, удочками. Запрещена стоянка в водоохранной зоне. Территориально запрет сейчас только на Кубанском водохранилище. То есть в остальных районах республики, где нет круглогодичного запрета, можно осуществлять вылов рыбы. Только с начала этого года инспекторами Кавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов было выявлено 90 нарушений природоохранного характера. Из них 15 нарушений норм рыболовства. Остальные 75 нарушения правил среды обитания водных биологических ресурсов. В период нереста рыб на территории Кубанского водохранилища совместные рейды с участием сотрудников правоохранительных органов республики будут проводиться чаще. Все нарушители будут привлекаться к установленной законам ответственности. Поэтому рыбакам, привыкшим рыбачить на Кубанском водохранилище, следует подождать 15 июля и оставив в сети, прийти на рыбалку с удочками, соблюдая правила суточной нормы вылова рыбы. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.